Здравствуйте! Это программа «Город С» и я Елена Чернявская. Как легко подружиться со звездами и что нас ждет в 2023 году. Старый год мы провожаем и с надеждой на хорошие новости в новом 2023 году. Заглянуть в будущее возможно с помощью астрологов. Сегодня моя гостья поможет каждому из вас увидеть астрологию с профессиональной стороны, которая сильно отличается от общих гороскопов в интернете. Ну и, конечно же, расскажет, как с точки зрения астрологии узнать, что именно вас ждет в 2023 году. Я знаю, этот вопрос многим интересен, и я представляю гостю в студии астропсихолог Екатерина Бусыгина. Здравствуйте, Екатерина! Здравствуйте, Ирина! Ну что же, мой, наверное, первый вопрос традиционен. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли именно в профессиональную астрологию? Я много раз сама себе задавала этот вопрос, каким же образом, каким ветром меня занесло. Начнем с того, что астрология меня интересовала с детства. В общем-то, я всегда увлекалась, читала много гороскопы по китайскому, по китайской системе, когда кто-то по году, кто-то по знаку зодиака, соответственно, западная астрология. Ну и мне это было очень интересно. Именно пришла в профессиональную тему. Я по своим каким-то внутренним потребностям, потому что мне очень хотелось как можно глубже понять себя, свои особенности, куда эти особенности можно разгрузить. Это как, вы знаете, есть выражение, силы есть, куда ее направить. Да, и непонятно, то ли пойти, может, кому-то надеть, да, то ли вроде бы как в спорт пойти тренером. Астрология помогает, на самом деле, очень хорошо разобраться не только с психологическими качествами, но и с профессиональными навыками понять себя больше, лучше, где, в какой сфере ты можешь быть применим, соответственно, какой талант ты свой можешь монетизировать, в какой сфере ты можешь зарабатывать деньги, по какой причине у тебя происходят странные ситуации в личных отношениях, притягивается тот или иной типаж. В этом плане нам помогает не только психология, которая рассказывает про детские травмы там и так далее, но и астрология, которая очень широко раскрывает эту тему и вообще партнерство, понятие, да, по какой причине у тебя несколько браков или полное отсутствие браков, дети и все, что связано с личными отношениями, мне было это очень интересно. То есть какой-то мой внутренний личностный кризис привел меня в изучение своего гороскопа. Я поняла, что к одному астрологу сходил, к второму, к третьему, мне недостаточно. То есть вы сначала помогли себе? Конечно. Да, и потом решили уже помогать. Сначала стели себя, потом имеешь право влечить других, я так считаю. Здесь без этого вообще никак. Если ты не понимаешь себя, не знаешь, как себя раскрыть, развить, как ты можешь в этом помочь другим людям? Полностью с вами согласна. Но все-таки где вы обучались и на какую систему астрологии вы придерживаетесь? Недаром задаю этот вопрос, потому что, конечно, направлений очень много. Вот просветите меня, в первую очередь, ну и, конечно, наших телезрителей. Направлений, правда, огромное множество. И я ни в коем случае не считаю, что какое-то лучше, какое-то хуже. Для каждого что-то свое. Кому-то нравится один язык, кому-то другой. Я работаю по системе западной астрологии, использую систему домов Коха, потому что некоторые работают по плацидусу, по равнодомной. От этого зависит качество прогностики, допустим, подбор наиболее благоприятных дней, месяцов для каких-то событий и так далее. Мне больше приятно работать с этой системой. Не могу сказать, что она намного лучше, чем какая-либо другая. Я никогда не работала с физической астрологией, но я с ней знакома, так скажем. То есть мне больше импонирует условно классическая, базовая, западная астрология. Екатерина, а что именно вы считаете своими астрологическими успехами, и когда вы поняли, что вы действительно успешны? Я всегда стесняюсь, когда меня спрашивают про успех. Вы знаете, наверное, астрологическим успехом, профессиональным успехом своим, я считаю, количество постоянных клиентов, 99% людей ко мне регулярно возвращаются за дополнительными рекомендациями, за прогностикой на предстоящий год, либо за подбором каких-то дат благоприятных, поскольку у них уже был опыт работы со мной, и они получили очень хороший результат. Но может быть здесь и есть эффект плацебо? Все, что вы сказали, они в это поверили, и это автоматически сбывается. Но такая же тоже теория есть? Не буду с вами спорить, конечно. Но тогда давайте рассмотрим тот вариант, что есть семья, где муж и жена. И муж говорит, это все ерунда, я буду делать так, как я считаю нужным. И ему предложены, например, два варианта. Вот ты либо... В это время, например, нельзя открывать компанию или нельзя давать деньги в долг. Он говорит, идите, гуляйте со своей астрологией, все хорошо, я все сам знаю. И берет и поступает по-своему. Получает негативный вариант, а жена, которая поступила по моей рекомендации, у нее процветает, например, бизнес и приумножаются финансы. Ну и, соответственно, с какими-то другими вопросами примерно та же история. То есть есть два друга, один прислушивается, другой нет. У одного положительные результаты, у другого отрицательные. Скажите, пожалуйста, а вот правда ли, что любой человек может построить свой прогноз на 2023 год, к примеру, и не обязательно быть астрологом? Вот как раз наша программа выходит в канун Рождества, и многие даже, живя в городе, пользуются рождественскими гаданиями, и что-то сбывается. Вот как вы к этому относитесь? Непосредственно к гаданиям вообще, что такое гадать? Это угадывать, то есть попытаться угадать, предугадать, предсказать и так далее. То есть вообще, во все времена гадания – это больше развлекательный жанр. Игровой, развлекательный, это какое-то удовольствие, так же, как и прыгают через костер на Ивана Купала. Это вряд ли несет какую-то определенную, так скажем, гадательную тематику. Это больше атмосфера. И мы вообще всегда имеем то, во что мы верим. Всегда. То есть наша жизнь формируется, начиная с нашего сознания, начиная с нашей головы. И не зря астрология дает тоже подсказки, как работать со своим мышлением, куда направить, какие темы лучше изучать, для того, чтобы не просто твой мозг развивался, а у тебя создавалось определенное поле людей, знакомых, друзей, коллег и так далее. Чуть-чуть ответвления такого, да? Да, конечно. Планета Меркурий, которая отвечает за мышление, за связи, но не только за нейронные связи и возможность мыслить, говорить, изучать, исследовать и так далее, но еще и за круг ближайшего окружения, который может иметь коммерческую основу, либо родственную основу, ближайшие это братья, сестры, двоюродные, троюродные и так далее. Кроме того, Меркурий отвечает за тему логистики. И получается, что в зависимости от того, как ты мыслишь, формируется твой круг людей, друзей, близких и так далее. И в зависимости от этого далее уже ты двигаешься. То есть, понимаете, все зависит от нашей головы. И я предпочитаю не столько гадать на святки и так далее, а использовать определенные энергетически сильные дни, например, по астрологии. Это пиковые точки четыре дня в году, когда Солнце переходит в кардинальный знак 22 марта, 21-22 июня, 22-23 сентября, и, соответственно, 21-22 декабря. То есть вот эти вот четыре дня – самые мощные энергетические периоды, когда мы можем сформировать свои намерения и свои мысли, свои планы, условно, загадать желания. Как все любят говорить об этом. То есть загадывая желания, мы формируем определенные намерения. Я предлагаю все-таки называть это не столько желанием, сколько целью, потому что любой человек достигает ровно того, чего он хочет. – И вот продолжая вашу мысль, то есть действительно ли я вас правильно поняла, что человек должен окружать тебя именно теми людьми, с кем ему комфортно, с кем ему хочется общаться, с кем ему, ну уж, извините, просто удобно, правильно ли я вас понимаю, и отнести от себя тех людей, с кем вот тонкое энергетическое поле не совпадает. Все же мы чувствуем, что вот да, этот человек мне приятен, мне с ним приятно работать, общаться и так далее, и тому подобное. То есть негатив от себя отрезать таким образом, правильно? – Давайте начнем с себя. – Давайте. – То есть вместо того, чтобы сначала отстранять людей, которые тебе неприятны, нужно самому для себя стать таким человеком, который тебе приятен. Кем бы ты хотел стать, да? То есть опять же, еще раз возвращаясь к уму, к мозгу, вот ты смотришь на себя, и чем ты недоволен? Как ты можешь это исправить, поправить в себе? Потому что, понимаете, дело в том, что в основном вот все проблемы в окружении, в работе, когда человек тысячу раз меняет работу, никак не может найти себя, на самом деле проблема не в работе и не в партнере, и вообще не в других людях совсем, и не в городе, и не в стране. Проблема в нем самом. И если у него есть внутренняя неудовлетворенность, если он не занимается самораскрытием, саморазвитием, то, конечно же, и поле людей вокруг него будет формироваться примерно такое же, недовольное, унылое, люди, у которых вечно все не получается, не складывается. – Себе подобные, да? – Себе подобные. – Притягиваться будут. – Да, фактически именно так и происходит. То есть я рекомендую начинать не с зачистки окружения, а с зачистки своих мыслей, и с формирования действительно нормальных новых нейронных связей. Если вам не хватает позитивного мышления в хорошем, нормальном, дозированном смысле, да, мы не говорим о том, что в мире все плохо, а ты такой на позитиве. Объективное, нормальное, позитивное мышление. Смотри, чего не хватает. Психологическая литература. Может быть, тебе нужно вообще поработать со своим мышлением, например, со специалистом. Сейчас масса вариантов есть, коджинки. Даже если ты приходишь на консультацию к квалифицированному астрологу, он по умолчанию в любом случае даст тебе качественные, классные инструменты для работы с собой, покажет тебе твои позитивные стороны. Вы знаете, что очень часто люди недооценивают свои таланты, не замечают свои положительные стороны и абсолютно обесценивают свои возможности. Вот, кстати, говоря о хорошем и о плохом астрологе, а как выбрать настоящего, действительно неплохого и профессионального тире? Как выбрать хорошего мужчину? Какой мужчина идеальный? Да, вот это то же самое про специалиста, потому что нету идеальных или там настоящих, ненастоящих. Ну, наверное, есть шарлатаны, но на текущий момент, я считаю, наш мир сейчас, в общем-то, формирует все-таки более честный профессиональный круг, более честные профессиональные предложения. И здесь вопрос, так же, как с идеальным мужчиной. Вот вам, например, подойдет один мужчина с какими-то качествами, с каким-то набором характеристик, с какими-то личностными свойствами, талантами, рост, массой тела и так далее, да? Мне подойдет другой мужчина. Значит ли это, что ваш плохой, а мой хороший? Ни в коем случае нет. Я считаю, что здесь в плане выбора специалиста – это как с врачом. Нужно, правда, найти своего. И, возможно, вам подойдет ведический астролог. Вы поймете, что вот проанализировав, допустим, ваши события, там, прошлые кризисы, он укажет вам точно точки, когда у вас были кризисы, с чем они были связаны, вы увидите, что специалист для вас, для вашей даты рождения, допустим, рабочий. Я это называю так. Рабочий специалист, качественный, все хорошо. А мне, например, это не откликнется, поскольку, когда, допустим, мне по ведической астрологии начинают рассказывать мою карту и мои способности и возможности, у меня идет нестыковка. Ну, то есть, если бы мне было лет 20, я бы, может быть, по-другому на это посмотрела, но мне уже почти 40, поэтому я уже многое про себя знаю, и я думаю, что еще многое узнаю. Но, по крайней мере, там, то, как объясняет западная астрология мои возможности и мои направления, у меня работает, у меня лично, работает у моих клиентов. Есть мои друзья и знакомые, кто обращается к БАДЗИ, если я не ошибаюсь, это китайская система, им очень нравится вот этим пользоваться. Там есть всякие ритуалы, там нужно цветочки ставить в определенное место, в определенный час, они с компасом ходят по квартире. Тоже супер. Если у вас это работает, все прекрасно. Понимаете, кому-то, допустим, очень подходит классическая медицина, и люди лечатся аспирином, парацетамолом и так далее. Пожалуйста, если вам помогает, замечательно. А кто-то, например, лечится исключительно гомеопатией, а кто-то природными... А кто-то вообще отрицает медицину традиционно. А кто-то отрицает. Да, Екатерина, я слышала, что прогноз астрологов на 2023 год не очень оптимистичный. Означает ли это, что этот год, 2023, пройдет трудно для каждого из нас? Я очень всегда остерегаюсь каких-то негативных прогнозов. Объясню вам, почему. Ты, кстати, тоже, я оптимист по жизни. Во-первых, оптимист по жизни. Во-вторых, ну давайте представим наш мир целиком и полностью. В нем есть разные классы, разные слои населения, разные уровни социального плана, разные возраста, разные потребности у людей. Это, во-первых, то есть мы все разные. Для нас не может быть одинаково. Для всех этот год быть плохим. Вспомним с вами период 2020-2021. Для кого-то это был очень тяжелый период, очень тяжелое время, кризис. Вы сейчас имеете в виду, связанное с пандемией. Да, связанное с пандемией. Когда все мы сидели дома, у нас там не было возможности выйти, кто-то закрывал компании, кто-то не пережил этот кризис, и для него это было действительно трудно и тяжело. А кто-то прекрасно и превосходно развился, раскрылся, ухватил вот эти возможности, что нужно покупать. И очень многие говорят, ну это у них коммерческий склад ума, поэтому их легко. Не только им легко. Не только поэтому. Я считаю, что это внутренняя ментальная гибкость. То есть в зависимости от того, как человек ловит возможности. Буквально мы с вами разговаривали, да, по поводу сравнения природных каких-то явлений. Один, услышав, что будет дождь, весь скуксится, расстроится, скажет, ну как же так, да, буду сидеть дома. А другой, я знаю, надо вынести цветы, чтобы дождь их полил, зато я сэкономлю воду. И так, то есть это гибкий подход к жизни, гибкий подход к себе. И каждый год что-то происходит, понимаете? То есть... Ровных лет не бывает, конечно. Да, во-первых, не бывает. Во-вторых, понимаете, мир устроен таким образом, что вот этот баланс, он как раз в плохом и хорошем. И чем больше мы ждем, что все будет хорошо, тем меньше мы видим, какие шансы можно использовать в периоды, когда что-то где-то плохо. И масса есть примеров, выражений таких уже достаточно старых, древних. И не просто так сложились пословицы. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Я, кстати, так примерно и пришла в астрологию. Да, то есть именно по такой, примерно по такой пословице, потому что мое внутреннее обстошение, мой личностный кризис, он как бы включил во мне какую-то ищейку. Вот если тебе сейчас так внутренне трудно и тяжело, значит, как говорится, будем рыть землю. Да, Екатерина, скажите, пожалуйста, вот о чем больше всего хотят узнать люди, которые к вам приходят, с которыми вы общаетесь? Что интересует в первую очередь отношения, деньги, здоровье? Первое место. Делят отношения и деньги. Второе место. Это всегда прогностика. Хотя я бы, наверное, вот распределила на первых позициях вот эти три пункта. Деньги, отношения, прогностика. Что такое прогностика? Это когда человек, например, хочет понять, какой у него будет личный год, личный прогноз. И вот в отношении, по вопросу, может ли человек сам простроить себе какие-то прогностические линейки. Благодаря астрологии ты можешь понять, для чего неблагоприятный год, для чего благоприятный именно тебе. И он может быть для мира или для страны, он, допустим, может быть кризисный, а ты в него расцветешь и запахнешь. Прекрасно все у тебя будет. Может быть, даже там замуж выешь, детей родишь и бизнес откроешь, и может быть, все в один год. Бывает такое, что кризис ходит рядом с успехом. Вот прям очень близко, это очень тонкая грань всегда. Как бы следующая позиция. Ну, по здоровью я стараюсь вообще, в принципе, через астрологию не работать. Только смотреть причинно-следственные связи, что привело к какой-то болезни. Это можно выяснить, это можно скорректировать. Но астрология не лечит заболевания. Можно понять причины, можно понять, какие инструменты управления, какой способ лечения больше подходит. Там жесткие, мягкие, классические, гомеопатические, или может быть, там вообще природные, естественные, да, естественное лечение какое-то. Так можно. Но здоровье – это в меньшей степени, что интересует моих клиентов. В основном они все озабочены вопросами коммерческого развития, профессионального развития. И вот, кстати, наверное, один из важных вопросов – это кто я, где я, как мне себя найти. То есть вот именно момент саморазвития. Каким образом раскрыть себя, где себя найти профессионально. Ну и, соответственно, дальше цепочка не просто найти себя, а заработать денег. Потому что у нас в большинстве своем люди подразумевают самораскрытие вот именно с целью зарабатывания, да, то есть с целью дохода, получения. А по большому счету я всегда ориентируюсь так – начиная с себя, раскрывая себя без какого-то коммерческого подтекста. Потому что очень маленькое количество людей вообще во Вселенной, в мире, их гороскоп устроен таким образом, что на первом плане деньги, вот, мол, иди туда, где есть точно деньги, и ты точно их там заработаешь, да. Там какие-то актуальные темы на текущий момент, у нас же постоянно все меняется. Когда-то были актуальны юристы, сейчас это там эзотерики на текущий момент, а очень прям в тренде, так скажем, да. То есть есть какие-то а-ля модные профессии, они же являются и прибыльными. И далеко не большое количество людей могут просто пойти в трендовую профессию для того, чтобы зарабатывать деньги. В основном все хотят понять, вот это мое предназначение, если это мое предназначение, значит, наверное, я смогу зарабатывать. Ты пораскрой свои возможности, раскрой свои таланты, развивайся. То есть задача всего человечества – жить и получать удовольствие. А получение удовольствия, оно должно быть везде. В профессиональном плане, в личных отношениях, в каждом твоем дне, в буднях. Вы знаете, Екатерина, вы сказали слово прогноз. Я хочу немножечко, гороскоп вернее, хочу немножечко за него зацепиться. Вот согласитесь, что в прессе очень часто можно встретить астрологические прогнозы. Я слышала, что их составляют даже не астрологи. Вот можно ли верить каким-то таким прогнозам? Да ежедневно мы слышим гороскоп на сегодня и послушаем. Вот ваше мнение. Я, если честно, не знаю, кто пишет эти прогнозы, но подразумеваю, что астрологи в том числе, поскольку профессионалы это называют бульварной астрологией, она имеет место быть. Чуть-чуть технически, да, объясню. Смотрите, 12 знаков зодиака. Это как бы некий круг. Каждый знак зодиака занимает 30 градусов. То, что мы слышим овнам, тра-та-та-та-та-та, львам, т-те-те-те-те, да, там день будет такой, для весов будет день такой, для скорпионов такой-то. Вот каждый знак зодиака – это 30 градусов условно, да, там на небе. Это условная эклиптика. И солнце – это солнечный знак, овен, телец, стрелец, водолей, козерог и так далее – солнечный знак. Солнце проходит по знаку в течение 30 дней. Когда составляется гороскоп на день, учитывается примерно среднее положение, то есть из 30 градусов, грубо говоря, солнце ставят там в 15-й, и смотрят, какие аспекты сегодня были бы, например, к этому солнцу, да. И это настолько все усреднено, что если вы попадаете в эти 15 градусов, ну, в этот градус, да, посередине, то вас покасательно и зацепят. Это, опять же, больше, ну, скажем так, для развлечения. Где-то попадает, ну, потому что есть люди, кто вот родился, и у него солнце вот в этом градусе стояло. Он говорит, о, прям как про меня. Ну, Екатерина, расскажите тогда, какие прогнозы составляете вы? И скажите, к вам люди приходят вот действительно, когда, ну, исключительно черная полоса, либо все-таки они приходят за тем, когда у них все хорошо? Профессии помогающие, сами знаете, к докторам не приходят, когда здоровы, да, приходят только, когда больны. К астрологам примерно так же. Это как из серии «Последние надежды». Ну, вот хотя бы звезды, может быть, мне подскажут. Хотя сейчас очень многие уже поняли преимущество возможности использования астрологических реклам, рекомендаций, я не называю это прогнозами. Это система прогностическая. Есть такое направление, прогностическая астрология. Я ее лично использую где-то 30% от всей своей работы, только исключительно, если нужно, правда, что-то подобрать индивидуальное и так далее. Я работаю с индивидуальным гороскопом, то есть я помогаю действительно людям найти и свое, так скажем, призвание. Не люблю называть это предназначением, но фактически раскрыть свои таланты, да, личностные качества увидеть, использовать, знаете как, усилить слабые стороны или использовать слабые стороны себе в плюс. То есть есть же, вот, например, люди с какими-то недостатками или дефектами, но кто-то нашел им сумасшедшее прекрасное применение. Допустим, шепелявый человек шутит, юморит на сцене, и это великолепно смотрится. Ты смеешься, и тебе мило, и приятно. Это не вызывает у тебя какого-то отторжения. И то же самое в гороскопе. Вот, например, есть какое-то качество, опять же, ежедневные прогнозы, которые составляют бульварные астрологии, только по Солнцу, а в гороскопе аж 10 планет, которые влияют на всю нашу жизнь, на наши личностные качества и так далее. И я занимаюсь тем, что анализирую гороскоп целиком и полностью, анализирую также транзитные условия. То есть, например, ближайший год, два, три, какие планеты работают в плюс или в минус, где помогают, какие варианты или какие возможности можно использовать в тот или иной момент, в тот или иной период. То есть это как раз вот варианты прогностики. Также мы можем работать с совместимостью. То есть мы смотрим две карты, мужскую и женскую. Мы можем посмотреть отношения мамы и сына, мамы и дочки, найти подход к детям. То есть детская астрология, она тоже очень актуальна. И найти подход к ребенку, не сломать психику, да, не подстраивать его под себя, как мы мамы это очень любим делать периодически, а все-таки вот увидеть индивидуальность и помочь ребенку раскрыться. Ну, наверняка к вам обращались за какими-то ближайшими прогнозами, перспективами. Вот какой бы прогноз вы дали нашему бы городу Самарии, нашим самарцам, жителям? Прогнозами на конкретные страны или города занимается в основном мундантная астрология. Я астролог именно личностного плана, но общую погоду никто не отменял. И где бы вы ни проживали, в Самаре или в Санкт-Петербурге, абсолютно непринципиально вы всегда можете использовать возможности общего плана и общего фона. В предстоящем году, во-первых, небольшое предостережение, да, очень важно не потерять себя, поскольку у нас на небе очень маленькое количество огня, огненной стихии, и в большинстве своем люди будут испытывать некий дефицит, так скажем, жизненной энергии, это будет ощущаться, в принципе, повсеместно. Будет казаться, что жизнь немножечко замедлилась, и ты как будто бы чуть-чуть не успеваешь. Немножечко меньше сил, чем обычно. И если вы проанализируете, например, предыдущее время, вы можете вспомнить, что в какие-то года у вас был огромный подъем энергии. Это мог быть и ваш личный транзит, и общее положение. То есть условно и погода позволяет, и сил полно. И здесь примерно то же самое. То есть для кого-то это будет чуть-чуть замедление, замедление для кого-то прям очень мощное. Недостаток жизненной энергии. Не теряйте себя, не теряйте вот этого физического ресурса. Я бы сказала, что очень благоприятно искать какие-то новые экономические возможности. Потому что сейчас, 23-24 год, это два года, когда каждый житель Земли и планеты может открыть для себя новый экономический ресурс. То есть можно найти новую сферу для заработка. Через обучение, переквалификацию, повышение своего профессионального уровня. И это время обязательно нужно использовать для развития. Даже если вы супер-пупер профессионал, я очень рекомендую эти два года использовать для улучшения своего профессионального навыка. Обязательно. Очень хороший период, особенно май-июнь, для обучения. Это может быть вообще новая профессия, которая впоследствии может дать вам очень хороший финансовый базис. И, возможно, эта профессия станет для вас очень яркой звездой, так скажем, да, раскроет вас. Для многих это будет год, не могу сказать, что тяжелый, но вот медленный. То есть прям медленный мы будем ощущать и чувствовать, что как в пробочке едешь, немножечко как в пробочке. Но все равно ресурсы и возможности есть для использования природных, фермерских. Вот все, что связано с хозяйством, очень благое время. И текущий год был хороший, 2022. И 2023-2024 тоже эти два периода можно использовать. Я думаю, что через год мы с вами встретимся и подтвердим ваши прогнозы непременно. Ну что же, Екатерина, наша программа выходит как раз вот в преддверии такого самого волшебного, на мой взгляд, праздника, это Рождество. Я хочу предоставить вам заключительное слово для поздравления всех жителей нашего города. Пожалуйста. Спасибо большое, дорогие жители Самары. Я желаю вам в рождественский вечер счастья и весь предстоящий год, чтобы вы получали максимальное количество удовольствия, больше радостных моментов, улыбок и близких, дорогих вам людей. Спасибо вам большое за очень интересное интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Всего хорошего и яркого рождественского дня. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин